И снова здравствуйте, с вами Николай Хинами, вы на канале Анисанрайз и мы продолжаем прохождение АМС Цуна. В предыдущей серии мы победили шнеца, который нас здесь почему-то поджидал и в итоге он превратился во что-то страшное и непонятное. Но теперь мы отправляемся в портал, который он, судя по всему, охранял. Это вход. Похоже на тайный проход. Так мы близко, да? Да, уже недолго осталось. Понятно. Ну же, Этерна, думаю, настало время кое-что нам рассказать. А в чем твоя цель? Нидр. Хорошо, я вам все расскажу. И пропало, понятно. Суцуна, просто... Ой, Этерна, просто в своем репертуаре. Последние земли защищены барьером. Он нужен, чтобы сдержать невообразимо огромную силу, которая здесь дремлет. Огромную силу? Верно. В последних землях спит ужасный зверь, известный как Темная Самсара. Темная Самсара? Это существо было создано тысячи лет назад безрассудными людьми. Понятно. Значит, мы будем кусочки информации собирать постепенно. Что? Что? Что я только что сделал? Я забыл похилиться после... После предыдущего боя. Блин. В итоге Эндир отвалился. Ой, божечки, что происходит? Как я мог забыть похилиться? Так, все, Кир, давай вспышку. Блин, точно. А в прошлой же серии... Этот самый Жнец превратился в Дракона. И когда мы Дракона убили... Он выпустил какие-то метеориты, которые... АХП нам знатненько так потрепали. И после этого я просто забыл похилиться. И в итоге чуть не отвалился прямо в самом начале. Этих руин новых... В общем, было бы довольно грустно, но совсем не удивительно. К такому я привык. Интересно, эти руины будут покороче королевских? Или они будут такие же долгие, длинные и нудные? Хотя, с другой стороны, у нас сейчас есть Кир, который... Почти ваншотит всех врагов, и сейчас-то будет куда попроще. Во, он еще и апнулся до 58-го уровня. Ну, то есть сейчас, как бы, проблем вообще быть никаких у нас не должно. Нам нужно просто быстро добраться... До точки назначения, попутно вырезая все, что можно вырезать, чтобы получить уровень и как можно лучше подготовиться к бою. Блин. Обида. Ну ладно, даже без Кира мы справились. Так, все, и Нидру нас апнулся до 59-го. Да, я думаю, пока мы будем эти руинки-то зачищать, мы стабильно должны набить... Это к 60-й уровень. О, Сова. Так, Сова, Сова, стой, не убегать, не убегать, не убегать, не убегать. Вот, отлично, не успела Сова убежать. А, значит, сейчас мы получим кучу опыта. Ну-ка. А, чего у нас там по опыту? 4615. А почему бы и нет? Неплохая такая Сова, нужно их побольше. Да, механика такая же, как и в предыдущих руинах. Просто бегаем, ищем всякие переключатели, активируем их и, в принципе-то, все. Пока ничего особо сложного не вижу. А если учесть, что с нами Кир, то ничего серьезного случиться вообще не может. Ну, урон у него подрос. После повышения уровня. Ой, да он и 59-й там скоро апнет. В общем, Кир молодец, Кир наше все. Не без него, я думаю, было бы очень грустно. Так, лунный камень, может быть, это оружие? Нет, нихрена это не оружие. Так, кровавый жезл. Да, точно, его же тоже нельзя улучшить. Но для меня серьезная загадка, почему оружие, которое мы находили давным-давно, почему оно хуже, блин, чем то, которое мы находим в самом конце игры. Так, мега эликсир, я думаю, эта штука нам пригодится. Вдруг там впереди что-то очень-очень-очень прям такое страшное. Мы хотя бы будем к этому готовы. Так, это же не те птички, от которых я тогда... А, нет, это нормальные птички. Под 500 хп, ничего страшного. Этих птичек мы уж точно запинаем. Так, я хочу услышать продолжение уже рассказа Этерны. Да, вот, мы добрались до портала. Оно уничтожило все королевство, которое царило на этих землях. Сила, что здесь обитает, это возмездие моего королевства. Даже сейчас, пока она спит, ее невообразимая магическая энергия продолжает сеять хаос. Именно она порождает в мире монстров. И именно она принесет миру конец. Так ты говоришь, что эта тварь тут все время шила? Точно, темная самсара живет здесь и по сей день. Ты сказала, что она спит, да? Если она создает монстров, пока спит, то что случится, когда она проснется? Разве барьер выдержит? Барьер все еще поддерживает защитник, который его впервые создал. Ага, значит, здесь все-таки кто-то как бы есть. Ладненько. Не сказал бы я, что все это сильно уж прояснило, но... Но выходит, что... Люди когда-то... То есть королевство Жуен... Но когда-то создало какого-то монстра непонятного. Не знаю, на кой хрен. Но полагаю, что пытались создать, как обычно, какое-то мощное оружие, которое позволило бы им чем-то там править. И в итоге эта хрень вышла из-под контроля, уничтожила королевство. И, видимо... Кто-то его... Смог все-таки запечатать. И теперь он поддерживает здесь барьер. И выбраться отсюда не может. Тогда осталось понять, на кой хрен сюда должна приходить жертва. Раз в 10 лет? Ведь явно что-то не так. И жертва, по сути-то, из этого путешествия... Она не возвращается? Значит, тот, кто создал барьер... Должен что-то с жертвой сделать? Выходит как-то так? Ой, ну отлично. Мне дали 5 штук для улучшения оружия. А улучшать мне нечего, но... Просто браво, блин. Они бы мне в начале игры, эти дамаски, очень сильно пригодились. А сейчас они уже... Просто нафиг не уперлись. Оружие улучшено просто до максимума. А то, что мы находим... Его улучшить уже нельзя, вот и все. Так. Эндир 60-й уровень. Как бы очень хорошо мы едем. И таки с врагами пока проблем... Никаких у нас нету. Будем надеяться, что... Так будет до самого конца. А может вообще мы финального босса без потерь закинаем? Так, Кир 59-й, Нидр почти 60-й. Просто супер. Но только хочется, чтобы руинки-то эти побыстрее закончились. А то как бы пригорание, пригорание от руин. Так, уже ясно, что делать дальше. Активируем вот эту кнопку. Вон те мосты переедут. В общем, все понятно. Блин, когда Кир уже начнет ваншотить этих тварей, чтобы... Не тратил свою ману Нидр? Не знаю, какого он должен быть уровня, но... А может быть мы до этого дела докачаемся, пока будем здесь бродить? Ну кто такая Этерна? Почему она так много знает? Она же по сути... Если я ничего не путаю, она вообще вроде бы как росла вместе с Сатсуной. Что еще более странно... Если бы она там встретилась с ней позже, тогда еще ладно. Тогда просто о прошлом Этерны ничего не было бы известно. А если она росла вместе с Сатсуной, она всегда была рядом, то откуда такие познания, когда у Сатсуны их нету? А роль жертвы? Передать свою магическую энергию и жизненную силу этому самому защитнику. Так это... Мой долг? Энергия и жизненная сила, которые отдаются жертвами, помогают сдерживать существо. Так продолжается уже тысячу лет. Но мы уже сделали все, что можно. Злая магическая энергия, которая просачивается через барьер, вызывает изменения в монстрах. У нас осталось мало времени. Ну, собственно, что-то из разряда того, о чем я как бы и думал. Не может же просто тот, кто создал этот барьер, сидеть здесь и жить уже тысячи лет. Оказывается, ему нужна чья-то жизненная сила и магическая энергия, и вот для этого-то жертвы и нужны. Однако, прикольно, а с другой стороны, как-то грустно. Особенно, если учесть, что ждет Сэтсуно. А потому что особого выбора тогда, насколько я понимаю, у нас нет. Мы либо жертвуем Сэтсуной, а либо это существо вырывается и уничтожает весь мир. Ничего сложного, абсолютно. Очень простой выбор. Или спасти мир, или спасти Сэтсуну. Блин, на правду, ну вот что выбрать? Я думаю, мы к этому вопросу сейчас вот припремся, когда нам скажут, ну, давай, парень, выбирай, что ты хочешь спасти и что выбирать? Что делать? Блин, неадекватный выбор, я думаю. Хотя, можно поступить, как Дим Минчестер и Сэм Минчестер. А когда там один брат куда-нибудь попадает, умирает, вот второй его вечно воскрешает, и там гибнут миллионы людей, ну, пофиг, брат, я не позволю тебе умереть. Это прям как... А не этого. Кого они там? Левиафанов, что ли, выпустили? Или их... Так, стоп. Левиафанов выпустил вроде бы этот самый. Как его? Кастиэль. Ну, в общем, Сэм и Дин там тоже ведь что-то такое чудили. А причем чудили... Так, а чего я там? Где я там переключатель-то активировал? Дам не бежать. В общем, Сэм и Дин там тоже постоянно такую хрень творили, что просто миллионы людей в итоге умирали, но зато братья живы, братья в целости и сохранности. А, во, все, понял, понял, понял. А вот где была зарыта собака. Можно, в принципе, сделать так же, а-ля Сэцуна, я спасу тебя. Ну, погибнут миллионы, ну, хрен с ними. Зато я спасу Сэцуну. И тогда можно будет эту серию называть что-то типа а-ля прохождение Эм Сэцуна в стиле сверхъестественного. Так, ну-ка. Так, тихо. Ты активироваться будешь? Нет? Да. Ага, все, теперь понятно. Теперь мы сможем вон те два сундучка добыть. Так, первый. А это может быть оружие. Да, кузнец времени. Ух, ё, какой он классный. Ну, блин. Классный-то классный, но, опять же, он не улучшается. Легкий меч, который реагирует на магическую энергию персонажа, изменяя ход времени. Он так же увеличивает количество ОС, накапливаемых при атаке. Ну, блин. Физатака такая конченная. Я не знаю, не буду его менять. А, блин. Косяк вышел. Значит, на ту платформу я могу попасть только оттуда. Окей. Так, сейчас мы эти сундуки заберем и поедем дальше. Ага, во как все это дело работает. И снова мне дали хрень для улучшения оружия. Ну, просто браво. На кой оно мне сдалось, непонятно. Чтобы такое добро лежало сразу в сундучках, тогда да, тогда в этом был бы какой-то смысл. Ну, а так, ну, зачем оно? Зачем оно нужно? Так, стоп. Я, по-моему, чего-то там проп... И опять мне дали хрен... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ну, 1200, ладно, не так и плохо. Я думал, будет больше хп у него. Хотя, у него какая-то уязвимость к огню. Не уязвимость, а устойчивость, потому что вместо 400 урона мы нанесли ему только 200. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, поторопился я с тем, что довольно просто будет. Ни хрена. Угу. И как и тот дракон, в которого превратился жнец, эта хрень при смерти сбрасывает метеора. так, ну ладно, хотя бы мы его запинали ценой жизни Кира, но мы его победили. так, и у Кира снова сдохла мана. Хорошо, что я эфирами запасся. Много их накупил, потому что улетают они очень-очень быстро. эфирами Да, не только 60 уровни мы получим, по-моему, мы даже выше поднимемся. до 60 плюс. Но с другой стороны, я уже устал от этих руин, я уже как бы выйти хочу. Не то, чтобы я уже очень давно тут бегаю, всего лишь 20 минут, но как бы 20 минут, да, это как бы немало. Так, еще один портал. Для того, чтобы остановить пробуждение существа, недостаточно одной лишь жертвы с высокой магической энергией. А вот почему нам нужно новое решение. последняя надежда на будущее. Нам нужно найти это решение и не имеет значения сколько раз для этого нужно повторить. Повторить что? И новые загадки. Что нужно повторить? Блин! А, по-моему, в конце игры нам должны были давать ответы, но вместе с ответами нам проставят в лицо новые вопросы. Ладно. Ну, хотя, думаю, на них мы тоже найдем ответы, когда придет время. Так, вроде бы это третий уже вход в портал. И насколько я понял, по этажам и прочему, здесь обычно их три. Тогда в итоге это был... Это значит, вот это последний этаж, который нам нужно пройти. Если это так, то очень даже хорошо. Хотя вон впереди опять вижу переключатели, значит, опять здесь придется бродить. Ой, блин. если бы эти руины хотя бы как-то друг от друга отличались чем-нибудь, я не знаю, там, ландшафтом, еще чем-нибудь, тогда, возможно, все было бы поприятнее, что ли. А так все это очень-очень грустно. Значит, там ничего не будет, а? Не будет тут прохода? Да, точно. А тут прохода нету, и нам нужно что-то что-то придумать. Так, что нам придумать? Вот так, нужно перебраться туда, это понятно. Ну ладно, перебрались, что дальше? Ага, все, понял, понял, понял. Теперь мы это активируем, забираем плюшку. так, ладно, тут вроде бы как ничего сложного. И теперь этот переключатель тоже туда же выставляем. Во, как-то так. так, не-не-не-не-не-не, ребят, вас бы я предпочел обойти. И вас тоже, если честно. Надеюсь, их можно пробежать. Так, да и вас тоже я бы обошел лучше. Блин. Да, вот этих можно было обойти. Кир, давай твоего прошлого овенчика сразу пинать. Так, останется один дракон, но если опять он нацелится на Кира, Кира у нас опять отвалится. Ничего хорошего в этом нету. А, нет, не друг. Глубоко пофигу на это дело. так, живы-здоровы, хорошо. И на том как бы спасибо. ну блин, зелья улетают очень быстро. Как бы их на бой еще оставить? Хотя, по-моему, о эфирах нужно волноваться куда больше, чем о зельях. так, что-то я смотрю на этом этаже слишком много вот этих драконов. Это как бы тонкий намек, что мы пробираемся прям к самому сердцу зла, враги становятся сильнее. блин, не успел, не успел, не успел. Так, ну все, давай, добивай. А, блин, сейчас инзир от метеора может отвалиться. А, айс. Блин, ну все просто по фэншую. 57 зелий, как бы мало. Мы наконец-то здесь. Наконец-то. Но вы прибыли. Я так долго ждала вас. Ну что ж, ребят, раз такое дело, мы эту серию заканчиваем. Впереди нас ждет, наверное, очень сложный бой, потому что это все-таки конец игры. И его мы оставим уже на последнюю серию. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока.